Добрый день! Я семейный психолог Ольга Третьякова. И сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему – деньги. Что такое деньги, как они появляются в нашей жизни и как сделать так, чтобы этих денег было желательно побольше. Дело в том, что деньги, как и другие составляющие нашей жизни, они, по сути дела, отражают то, как мы к себе относимся. Дело в том, что все денежные установки находятся у нас в голове. И вот много раз была такая ситуация, когда люди выигрывали огромное количество денег, но даже имея эти безумные деньги, они очень быстро эти деньги спускали. То есть, внутреннее ощущение было такое, что человек боялся денег, и он боялся наличия этих денег, и он старался как можно быстрее их потратить. Но поскольку сумма была очень высокая, он это делал, это может делать год, два, три. Но все равно люди, на которых сваливаются большие деньги, в большинстве своем стараются вернуться к своему уровню жизни. Почему так происходит? Дело в том, что денежное мышление у нас у всех всегда двух типов. Мы либо транжиры, либо скруджи-макдаки. Транжиры, как только у них появляются деньги на кармане, они стараются от этих денег избавиться. Они купят себе 8 шоколадок, подарят эти деньги другу, отдадут в долг, то есть сделают все, что угодно, лишь бы этих денег снова не было. А вот скруджи-макдаки, они нет, они другие. То есть, они наоборот, они любят свои денежки, они их привлекают в своей жизни, у них эти денежки всегда лежат в запасе, у них этих денег всегда достаточно. Но скруджи-макдаки, они очень боятся тратить деньги, и им важно, чтобы этих денег было достаточно, и они у них всегда были. Дело в том, что денежное мышление можно развить, можно научиться, даже если вы транжира, можно научиться грамотно распределять деньги. Только нужно сначала осознать очень важную вещь – зачем вам нужны деньги? Дело в том, чтобы научиться управлять деньгами и делать так, чтобы эти деньги были у тебя постоянно. Не случайно, что когда человек знает, как обращаться с деньгами, даже если он развив бизнес, прогорел, бизнес не пошел, очень через быстрое время, человек выходит в другую нишу, в другой бизнес и зарабатывает те же приличные деньги. Почему так происходит? Дело в том, что когда человек научается взаимодействовать с деньгами, он не может себе позволить низкий уровень жизни, он не может себе позволить ходить в рваной обуви или ездить на плохой машине, у него изменилось мышление и он понимает прекрасно, что он достоин этого уровня жизни и он не хочет уходить с него. Деньги всегда приходят под запрос. На самом деле, если вы просто хотите миллион долларов, как правило, он не появляется в вашей жизни, потому что, если вам нужны деньги просто так, они не приходят. Деньги всегда требуют действий, но действия, они всегда идут к какому-то результату. Допустим, вот из этого списка вы захотите новую хорошую машину, но если вы будете просто хотеть, дайте мне там крутой Мерседес, опять-таки это не появится. Если вы будете думать, что мне этот Мерседес нужен будет для комфорта, для безопасности, для статусности, то тогда вы примете этот Мерседес и деньги, которые вам нужны на его покупку, вы обязательно заработаете. Вот этот вот запрос финансовый, денежный, его очень важно правильно формировать. Если вы хотите получить в своей жизни, допустим, путешествие на Мальдивы или просто купить себе какое-то удивительное путешествие в страну, где вы никогда не были, ваша задача научиться откладывать деньги, правильно распределять деньги так, чтобы это было реализовано. О чем я сейчас говорю? Деньги очень любят учет. Деньги не любят, когда они получили зарплату и быстро потратили. Деньги так не любят. Деньги любят счет и грамотное распределение. И здесь мне очень нравится принцип наших русских купцов. Наши русские купцы называли этот принцип «четыре кошелька». Что они делали? Дело в том, что первый кошелек – это был самый такой большой кошелек, потому что семьи были большие, детей было много и он назывался «ЖИТО». Вот на жизнь у них уходило у кого-то 60%, у кого-то 70% заработка. Обязательно второй кошелек им помогал, и они называли эти деньги ростовые. С любой сделки они откладывали 10%, 15%, 20%. Кто сколько, кто сколько считал необходимым. И таким образом формировал те деньги, которые он вкладывал в бизнес, вкладывал в производство. Третий кошелек назывался «Кубышка». Вот в эту кубышку всегда откладывали тоже часть денег. Это та самая подушка безопасности, которую мы с вами тоже формируем. То есть, у нас всегда есть деньги, которые у нас всегда лежат. Четвертый кошелек – распыльные. Вот эти распыльные деньги они всегда тоже откладывали. Дело в том, что когда человек занимается распределением денег, ему очень хочется обязательно себя чем-то порадовать, что-то себе купить. И вот эти траты и покупки, они были из распыльных денег. И наши купцы всегда четко знали, что, заработав деньги и грамотно их распределяя, они могут работать в долгую. Деньги с удовольствием шли к нашим русским купцам. На самом деле, этот принцип используют и Тони Робинсон, и очень многие наши финансовые люди, которые являются для нас ориентирами. И Роберт Киосаки об этом говорит, и Харвейкер. То есть, много людей говорит о том, что, если вы грамотно распределяете деньги, вы так или иначе формируете свое денежное мышление. А вот уже денежное мышление формирует вашу личность. То есть, вы перестаете быть нищим, вы перестаете говорить себе такие странные вещи, что мне это дорого, я не могу это позволить, нежели богато нечего начинать. То, что я сейчас говорю, мы, как правило, слышали от наших родителей. И эти родители нам говорили это, ну, про свою историю. И получается, мы запомнили эти слова и, к сожалению, так или иначе используем их до сих пор. На самом деле, если проработать эти негативные финансовые убеждения, можно выйти на хороший уровень. Если вы задумаетесь о том, что вы слышали от родителей и грамотно это отработаете, ну, допустим, у меня есть иллюзия, что все богатые воры, да, иллюзия. Но если вы напишите, в обратную историю переделывать, мне по душе думать, что все богатые люди зарабатывают свои деньги легко, с удовольствием и грамотно, да, то есть, мы просто-напросто поменяли формулировку. Посмотрите, как по-другому вот она начала звучать. Если человек думает, что все богатые воры, он никогда не придет к богатству, он никогда не станет богатым. Ну, это вот такая вот история. На самом деле, формирование финансовых привычек и отношения с деньгами, она очень сильно развивает человека. И если вы хотите развиваться в эту сторону, начинайте читать, начинайте обдумывать и, главное, начинайте распределять свои деньги. И не бойтесь больших сумм, потому что сначала только кажется, что миллион долларов – это большие деньги. На самом деле, это не так. Спасибо.